Всем привет, дорогие мои! С вами снова я, Игорь Погодин, и новое видео, надеюсь, оно покажется вам тоже интересным, полезным и прикольным. Это видео назвал следующим образом по мотивам вопросов, которые часто получаю. Игорь, брак в современном обществе это узничество, в том понимании, которое есть? И попробую поразмышлять, друзья, на эту тему. В этом видео я сфокусируюсь на двух разных полюсах. С одной стороны, обязательств, с другой стороны, свободы. Мне часто задают вопрос, Игорь, а вообще человек по природе моногамен или полигамен? Вообще брак это необходимость? Это просто то, к чему стремятся люди, которые хотят безопасности? Или это прям естественная какая-то природа человека? Все эти вопросы носят, друзья мои, концептуальный характер. Они не имеют отношения, кто вы на самом деле. Они относятся к неким концепциям. По сути, любые концепции не от страха. Поэтому, собственно, вопрос, Игорь, а человек правда моногамен или он полигамен? А это концептуальный вопрос. А брак нужен или не нужен? Это концептуальный вопрос. И любой ответ на этот концептуальный вопрос вызовет такие же концептуальные возражения. Что это вам, мужикам, все одного надо. Вы о нас, женщинах, совсем не беспокоитесь. Или, например, да как же так, я не хочу связывать свою жизнь все время с одним и тем же человеком. И так далее, и так далее, и так далее. На самом деле, что бы вы ни придумали о браке сегодня, все чушь собачья. Вопрос не в том, нужен брак или не нужен. Вопрос в том, как вы сегодня обращаетесь со своей жизнью. И так, любые человеческие отношения здоровые, это всегда некий танец между свободой, с одной стороны, которая является условием близких отношений. Уже не в одном своем видео я говорил о том, что настоящая близость свободна только при условии свободы. С другой стороны, безусловно, любые близкие отношения предполагают еще какое-то количество обязательств. И вот это очень важная вещь. Вот этот танец и рождает, как мне кажется, институт брака. Мне кажется, у Чака Паланика есть такая фраза, которая в какое-то время стала крылатой. Лишь потеряв все, мы становимся по-настоящему истинно свободными. И вот это очень важная вещь. Если, например, взять большинство таких религиозных течений где-нибудь там, в буддизме, в дзен-буддизме, в индуизме и так далее, и так далее. В восточных культурах там часто есть вот такой принцип приходящести. И это один из принципов, одна из причин природы страдания, что все изменчиво на самом деле. Что то, к чему привязались сегодня, будет утрачено завтра. И вот тут заключается тогда вопрос, интересно, а правда ли нам нужно потерять все, чтобы почувствовать, что мы окончательно свободны? Вот правда ли, чтобы почувствовать, что мы свободны от денег, нужно обанкротиться? И много таких историй прям, что человек там зарабатывал много денег, хотел попасть в список Форбс, а потом, собственно, разорился и понял, в чем смысл жизни, что смысл жизни вообще не в бабках. И такие истории встречаются довольно часто, например. Или человек инвестировал все свои ценности куда-то в одно, в одно, в одно, а потом обломался, там что-то не сложилось. И он понял, что не в этом счастье. На самом деле, мне кажется, что значительная часть такого способа думать, он тоже от страха. На самом деле, выбором там и не пахнет. На самом деле, человек просто формирует принципиально иную концепцию. Я как-то слышал один из дискурсов Шри Романа Махарше. Это один из очень известных, великих, я бы сказал, просветленных мудрецов 20-го столетия, к которому в середине столетия в Индии стекалось довольно много людей, чтобы поучиться. У него в одном из дискурсов была такая прикольная штука. Он анализирует интересные такие индуистские предпочтения, ну то есть традиции индуистские. Что, согласно ведам, жизнечок разделяется там на несколько основных, что ли, ветвей. Я уже не помню все эти этапы, но звучат они примерно следующим образом, что поначалу нужно развиться и выучиться, и для этого вам нужны другие люди, с кем вы играете, родители, учителя, которые вас учат. Потом, собственно, вам нужен какой-то этап установления близких отношений, вам нужна семья. Потом у вас есть какие-то обязательства с тем, чтобы передать свои профессиональные навыки, принести пользу обществу, формируя эти навыки. Потом эти навыки нужно передать другим людям, а потом вам нужно отдать все свое имущество, уходить в лес, в пещеру и сидеть там и медитировать. И вот наступает тот период, вот самый сэндитивный, правильный период для духовного роста и зрелости, когда нужно отказаться от всего. Я боюсь, друзья, что это очередная концепция. Что на самом деле, отказавшись от всего, вы будете все так же тупо делать это в страхе. И большая часть людей сейчас по всему миру стремится к своей личной концепции просветления. Концепции духовности на поверку, отдаляясь от нее все дальше. Потому что просветление и истинный духовный путь никогда не связан с концепцией. Но если вы убедите себя, что ваш путь духовности, он вот такой, он так и будет. Помните в свое время, когда Сиддхарха ушел из дворца своего отца, он там многое пытался, что делать. Один из самых длинных периодов его жизни был, когда он тусовался с аскетами. Где он почти помер, он потерял вес, он едва выжил. В конце концов он понял, что это тупиковый путь. И когда он решил от них уйти, они посчитали его предателем. И в конце концов он понял, что это точно такая же привязанность. Я не знаю, что думал в этот момент будущий Будда, Гаутама. Но именно в этот момент, мне кажется, имело бы смысл понять, что привязанность к аскете, привязанность к концепции нищенства вне, вот взять чашу подаяния и ходить, точно такая же привязанность. Это не выбор. Почему я про все это говорю? С браком все примерно то же самое. Что на самом деле вы можете уцепиться в идею духовности, или уцепиться в идею свободы, как в случае брака, будучи таким же заложником. Поэтому мой ответ на этот вопрос примерно следующий, друзья. У вас нет выбора вступить в брак, если у вас нет выбора расстаться и не вступать в этот брак. Но самое главное, у вас нет свободы не вступать в брак, если у вас нет свободы вступить в брак. Понимаете, о чем я говорю? Кто-то говорит, я свободен, мне не нужен брак, я буду жить. Да ты боишься тупо, просто ссышь. Что на самом деле страшновато-то просто. А вот если ты свободен делать или не делать одновременно, впервые появляется возможность выбора. Я часто говорю довольно провокативную фразу своим клиентам, и буду говорить, скажу это сейчас вам, потому что уверен, что вы уже подготовлены моим каналом для более глубоких мыслей. 20 лет я обучаю психотерапии. 21 год уже в этом году я обучаю психотерапии людей, именно гештелетерапии. И все психотерапевтические ассоциации основаны на этическом кодексе. Есть какие-то принципы в этом этическом кодексе. Ну, там один из них, например, он запрещает дружить с своими клиентами, вступать в какие-то отношения с своими клиентами. В частности, в дружеские, уж тем более в сексуальные. Помните, как в том анекдоте, когда клиентка просит своего терапевта поцеловать ее, наверное, для какой-то поддержки, я не знаю для чего, на что терапевт ей отвечает. Извините, но целовать вас запрещает неэтический кодекс психотерапевта, потом пауза, да и спать-то с вами я был тоже не должен. И это важная вещь. Мне кажется, что этические кодексы, любые этические кодексы, любая диантология, врачей, психотерапевтов, психологов и любых других профессий инфантилизируют людей, лишая их свободы выбора, на самом деле. Ли-ша-я их свободы выбора. Это прям ключевая штука. Поэтому студентам я говорю примерно следующее. Мой текст, я говорю сейчас не о философии, морали, этике. Мой текст о прагматике. На самом деле, когда вы хотите переспать со своим клиентом, или пойти с ним на чашку кофе, или дружить, или вступить в бизнес-партнерство, или жениться, как это, говорят, сделал Карл Густав Юнг, женившись на своей клиентке, задайте себе вопрос, вы выбираете это? И этот вопрос, друзья, ключевой. И именно этот вопрос по-настоящему этический. Экстраполируйте это все на все, что связано с браком. А вы выбираете жениться? И вы можете выбрать переспать со своим клиентом, говорю я им, если вы, внимание, можете выбрать не спать со своим клиентом. Дальше я могу описать объем последствий, с которыми столкнется человек. Ну, для того, потому что терапевт, который не начинал работать с вами клиентом, просто не знает, что случится дальше. А я пишу ему на феномологическом уровне, что произойдет, что он обладал этой информацией. Потому что я много видел всех этих историй. Несмотря на то, что сам я не спал со своими клиентами, не из запрета, не из запрета этического, и не благодаря этическому кодексу, потому что выбирал этого не делать. Но я много видел историй, когда переспав со своими клиентами, случался ад для самого терапевта. И терапия останавливалась. Но вы можете совершить этический акт выйти замуж или жениться, так же, как переспать со своим клиентом, если у вас есть выбор этого не делать. И вот этот выбор, ключевая особенность, может быть, самое большее, что я могу сделать для своих студентов. Научиться делать выборы. Вот это очень важно. И тогда воздух начинает звенеть. Браки строятся на принципиально другом уровне. И терапевт работает с клиентом на принципиально ином уровне. Если терапевт сидит в страхе, я не должен этого делать, это не позволяет этический кодекс. Я не должен принимать клиента после 9 вечера, потому что не позволяет этический кодекс. Я не должен приезжать домой клиента, потому что это запрещает мне этический кодекс. Я не должен пить кофе с клиента, потому что это запрещает этический кодекс. Я не должен взять его за руку, потому что это запрещает этический кодекс. Вы робот. Вы должны иметь возможность выбирать. Поэтому о браке, друзья. Если вы имеете свободный выбор, не жениться, задайте себе вопрос, есть ли у вас свободный выбор, жениться, потому что если нет, это иллюзия выбора, поэтому это такая вещь. И тут мое видео, это очевидно, какая-то моя позиция, усложняет вам жизнь, может до этого было все просто, вы могли спрятаться за концепцию, а я не дам вам такой радости, за концепцию вы спрятаться не сможете, друзья мои, потому что вам придется выбирать, это только ваша жизнь, потому что вы тупо боитесь того, что есть внутри вас, вы думаете, если я отпущу то, что находится внутри вас, вот этот поток непредсказуемый, это вот большая часть реакций студентов моих специализаций по диалогу и модели гештальтерапии, по психотерапии и переживаниям, ты говоришь, ну опираться не на что, ты лишаешь нас концепции, ты говоришь, что внутри нас есть какая-то мощнейшая мощь, извините за тавтологию, но именно так я хотел выразиться, ну а это небезопасно, это страшно, да страшно, жизнь станет сложнее, реально, но вам выбирайте, это ключевая штука. Заканчивая это видео, хочу, чтобы вы задали себе вопрос, прежде чем вы скажете, нужен ли брак этот, не или нет, а свободны вы вступать в брак, а свободны ли вы не вступать в брак, и это очень важная вещь, в этом ключевая разница, мне кажется, между концептуальным регулированием вашей жизни и переживанием, между моралью и этикой. С вами был я, Игорь Погодин, мы с вами увидимся в новых видео, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok